всем привет на канале бит 8 как все криптовалюте за последние два дня меня многие просили сделать обзор как взять в аренду на один год за 1 доллар сервера на амазоне долго я думал не хотел я в принципе записать вообще в принципе этот ролик нашел я тот по которому я когда-то делал регистрацию написал человеку чей ролик попросил его порезать кусочки видео ставить свой ролик так как он дал разрешение ссылка на оригинальное видео будет сразу в описании и так перейдем к просмотру до ссылка на amazon будет следом ниже что нам нужно квацану либо создать бесплатный аккаунт либо сразу создать аккаунт все дальше вы увидите роли который по которому регистрировался когда-то я нас перебрасывает на систему входа в аккаунты а в с нажимаем я новый пользователь сюда вносим почтовый ящик на который мы будем регистрироваться нажимаем войти в систему через безопасный сервер здесь вводите имя пользователя как вас зовут повторно вводите свой почтовый ящик и придумываете пароль затем нас перебросит на обязательную страничку контактные сведения здесь выбираете личный аккаунт весь мы регистрируемся не как компания, а как физическое лицо. Здесь необходимо будет ввести имя, фамилия и отчество на английском языке. Выбираете страну вашего проживания, заполняете оба поля адреса, тоже на английском языке, в принципе, можно придумать любой адрес. Вводим название вашего города, область или регион, вводите индекс. Затем обязательно необходимо будет ввести ваш рабочий номер телефона, поскольку у нас подтверждение данного аккаунта будет производиться именно через этот номер телефона. Затем вводите символы из капчи, соглашаетесь с клиентским соглашением, можете его открыть в отдельном окне и прочитать, и нажимаем создать аккаунт и продолжить. Затем необходимо будет внести платежную информацию, нужен номер кредитной или дебетовой карты. В качестве данной карты можно использовать виртуальную карту от Яндекса или от Киви, затем ее удалив, поскольку по истечении одного года у вас будут списываться с помощью данных этой карты деньги за использование данного сервиса, поэтому лучше использовать виртуальную карту и после оплаты ее удалить. Сейчас у вас спишется только контрольная сумма, насколько я помню, это 1 или 2 доллара, для того, чтобы проверить, реально ли вы можете оплачивать с данной карты. Я для оплаты буду использовать виртуальную карту Яндекс.Кошелька. Для этого захожу на главную страничку моего Яндекс.Кошелька, выбираю «Получить виртуальную карту», затем нажимаю «Получить карту», затем нажимаю «Получить пароль». Вам на ваш телефон, который привязан к Яндекс.Кошельку, должен будет прийти пароль. Нажимаю «Подтвердить». Затем у вас появится виртуальная карта Яндекс.Денег. Вот как раз-таки эти данные мы и будем отсюда брать. Копируем отсюда номер карты, а CVC-код и срок действия карты придут вам следующей смской на ваш номер телефона. Здесь вводим имя держателя карты, затем либо оставляем галочку «Использовать мой контактный адрес». Если же ваш контактный адрес отличается от адреса, который привязан к данной карте, то нажимаем «Использовать новый адрес» и вводим новый адрес. Затем нажимается «Продолжить». Вас перекинет на следующее поле «Подтверждение личности». При этом в вашем кошельке спишется 67 рублей, то есть спишется 1 доллар по текущему курсу. Затем необходимо будет подтвердить вашу личность. Удаляем префикс вашего номера телефона, так как он выбран здесь уже, и нажимаем «Позвонить мне сейчас». Затем на ваш номер телефона будет выполнен входящий звонок, где необходимо будет принять его, прослушать первую фразу, а затем ввести на экране телефона 5547, то есть открыть клавиатуру и ввести данный пин-код. Если с первого раза звонок не удался, необходимо нажать «Повтор», и вам будет выполнен повторный звонок. Снова вводите номер телефона и нажимаете «Позвонить». Но так как мы уже совершали попытку ввода данного пин-кода, и по какой-то причине он здесь не активировался, у нас автоматически проскакивается «Выполнен звонок», и подтверждение личности у нас выполнено успешно. Затем нажимаем кнопку «Продолжить». Затем выбираете план технической поддержки, выбираем «Бесплатно», нажимаем «Продолжить». Затем откроется страничка, где будет написано «Добро пожаловать в Amazon», что наш аккаунт сейчас активируется, это займет всего несколько минут. По завершении активации мы получим письмо на нашу электронную почту. Если вы получили письмо, где написано «Your AWS Account is Ready», то есть ваш аккаунт AWS готов, можете открыть это письмо. Здесь будет написано, что у вас есть доступ к данному аккаунту в течение 12 месяцев, вы можете пользоваться всеми сервисами на аккаунте Amazon Web Service абсолютно бесплатно. Затем возвращаемся на последнюю страничку и нажимаем «Вход к консоль». Здесь уже вводите свой почтовый ящик, который указывали при регистрации, ставим галочку «Я существующий пользователь», вводите еще раз свой пароль и нажимаете «Войти в систему». Вот, в принципе, и вся регистрация. Единственное, что я хочу упомянуть, карточку я использовал тоже виртуальную, конкретно я от Kiwi, как вы видели, прокатывает и от Яндекса, возможно, еще от каких-то сервисов виртуальной карты. Так или иначе, через год у вас будет списываться минимум 3 доллара. То есть, если у вас потребность в таком удаленном сервере есть, то ничего страшного, считаю, 3 доллара в месяц это очень даже дешево. По крайней мере, я думаю, что даже удалять карту не буду, тем более, если бот будет приносить прибыль, почему бы и нет, пусть работает на Амазоне, дальше не вижу проблем. Это первый момент. И второй момент, когда вы зарегистрируетесь, как уже сказано в ролике, вам должно прийти минимум 2 письма. То есть, первое это то, что вы зарегистрировались и какая-то служебная информация. И через примерно в течение 12-24 часов придет письмо, что сервер ваш уже точно запущен, можете пользоваться на все 100 всеми услугами, которые он предоставляет. Итак, давайте зайдем в мою консоль, войти, я существующий пользователь, вводим пароль, заходим в консоль. Так она выглядит на данный момент. На самом деле, Амазон предоставляет кучу всего, но нас сейчас интересует именно EC2 сервер. Найти его можно вот здесь. Открываем сервисы и Compute EC2. Нажимаем, нас перекидывает на консоль именно по серверам. Когда вы зайдете, у вас будет нечто подобное, что запущено 0. Security Group тоже, возможно, будет 0. Честно, не помню сейчас. И вы можете выбрать еще место положения сервера. У меня, не помню уже тоже по какой причине, выбран Орегон. Можете выбирать любой. Это полезно для пинга. Надеюсь, понимаете, о чем я говорю. Переходим на Орегон. И мы видим, что у меня один сервер запущен. Создана пара ключей. И уже две Security Group есть. Две только потому, что я не стал удалять первую. Просто создал вторую и все. В общем, нас это пока не особо интересует. Итак, для запуска нам нужно нажать на Launch Instance. У нас открывается список операционок, которые мы можем запустить. Для удобства можно нажать галочку Free, Tire, Only. Ну и в нашем случае подойдет вот этот самый верхний Windows Server 2016 Base. Нам больше ничего не нужно. Нажимаем Select. У нас открывается табличка, где стоит галочка уже как раз на бесплатном T2 Micro в тарифном плане. Вверху можем видеть конфигурацию. 2.5 Гц, Xenon, 1 ГВА памяти. 30 Гб, насколько я помню, диск. Далее просто нажимаем Preview and Launch. У нас автоматом создастся Security Group новая. Нажимаем Launch. И у нас открывается вот такое окошко. Для вас я покажу, как создать эту пару. Нажимаем Create New Key Pair. Имя нашей пары. Например, K2. И нам нужно скачать файлик этой пары ключей. Скачали. Далее нажимаем Launch Instance. Видим окошко, что наш сервер сейчас запускается. И нажимаем View Instance. То есть просмотр. Здесь мы видим мой уже запущенный сервер, который в статусе Running. То есть работает. И вот этот новый, который сейчас в инициализации. Пройдут два теста и мы сможем... Все, уже сервер запущен. Сейчас ждем двух тестов и можем пользоваться им. Итак, все. Две из двух проверок прошли. Сервер запущен. Для того, чтобы нам к нему подцепиться, нам нужно его выбрать. И нажимаем на Action Connect. Открывается еще очередное окошко. Скачиваем Remove Desktop файл для подцепления к этому серверу. Скачали его. Также нам нужно получить пароль для подцепления через Remote Desktop. Нажимаем Get Password. Нам нужно загрузить файл Kate2, как мы его обозвали, PEM, который мы скачивали. Загрузили его и нажимаем Descript Password. Это будет наш пароль для подключения именно к этому серверу. Дизерным же будет администратор. Естественно, вот это сохраняем куда-либо себе и нажимаем Close. Теперь у нас есть файлик для подключения к удаленному рабочему столу, который мы скачали. У него расширение RDP. Собственно, его мы и запускаем. Нажимаем галочку Не выводить. Подключить. И нам нужно ввести тот пароль, который нам выдавался. Если вы его с первого раза не сохранили, опять же идем в Connect. Get Password. У нас уже все здесь есть. Decrypt. И копируем прямо отсюда. Ctrl-C. Вставляем сюда. Запомнить. Окей. Соглашаемся. И у нас загружается удаленный рабочий стол нашего сервера. Так. Итак, именно по этому ролику я проводил себе регистрацию. Единственное, у меня были три нюанса. Первый, это я не смог подключить запрос пароля, когда мне звонил робот. Там после первой фразы вам нужно было ввести четыре цифры. У меня это почему-то не проканало. Потом сутки мне заблокировали. Через сутки я опять попробовал ввести эти четыре цифры. У меня она опять не получилась. Чуть ниже было написано, что можно написать техподдержку. Там выбрал я, с какого времени мне можно позвонить. Мне человек на английском позвонил. Но я в комментариях написал, что по-английски я ничего не понимаю. Он мне, как смотрю, мне номер влевый позвонил. Я поднял трубочку. Мне что-то там на английском болтали. Он мне говорит, я говорю, окей. Он опять что-то там болтал. Говорит, я говорю, окей. И так я окей ему горел около минуты. Потом он мне на английском назвал мою фамилию. Говорит, окей, я говорю, окей. Я положил трубку. Через три минуты я подключился к своему выделенному серверу. Второй нюанс. Я использовал виртуальную карту от Kiwi кошелька. На всякий случай, как здесь сделать карту. Нажимаем банковские карты. Это вдруг, если кто-то не знает. Чуть ниже мы. Вот предоплаченная карта. Виртуальная карта на конкретную сумму. На два месяца. Здесь мы нажимаем паучу карту. Чуть ниже у вас будут вот такие вот реквизиты. Часть вы их видите. Если мы нажмем по 4 реквизиты, там где звездочка. Здесь будет 4 цифры. И еще где звездочки 4 цифры. И все-таки самоварегистрируйтесь, как было до этого в ролике. И последний будет третий нюанс. Я когда первые сутки работал с сервером. Да, вот у меня значочек. Сутки отработал. Пароль я скопировал, как и на видео. Вставил его. Контур его естественно. Но что-то удобнее. Не надо вручную ничего писать. Но на следующий день утром, когда я проснулся утром. Захожу на значок сервера. Нажал. А мне пишет пароль неправильный. В результате я около 2 часов по всему интернету шуршал. Ну как это так. В принципе-то списали с меня 60 рублей. Грубо говоря. Даже сейчас могу показать по истории. И ситуация была такая, что нужно этот пароль вводить именно вручную. Вручную я ввел пароль. И там будет внизу галочка, чтобы он автоматически запомнил пароль. Ваш логин. И не выбивало больше это окошечко. И теперь если два раза нажимаю на иконочку, у меня не запрашивают пароль к администратору, ни логин, ничего. И сразу запускается выделенный сервер. Вот у меня покупка была Amazon Web Service. Через виртуальную карту списали с меня 58 рублей 46 копеек. И все. Через год, если я не ошибаюсь, 12 месяцев пройдет. После этого каждый месяц будет стоить 3 доллара. Но я не знаю в дальнейшем, будет ли это выгодно или не будет. Будем дальше смотреть. Итак, вот запустился мой сервер. Здесь у меня куча кошельков. Вот сразу произвела транзакция по поводу криптовалюты Бро. В принципе, ребят, на этом все. Вы сами все видели, что сложного ничего нет в регистрации. Виртуальных карт есть и на Яндексе, и на Киви. И по-моему, на Пэр, если не ошибаюсь. Не забывайте подписаться на канал, ставьте лайки и дизлайки. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok